Всеволод Пуля – журналист, редактор, медиатренер, человек, который отлично знает язык современной журналистики и разбирается в ее новых направлениях. В легкой и свободной форме он разобрал основные проблемы и спектры развития в этой сфере. Ты должен получать обратную связь от аудитории, ты должен думать об аудитории в первую очередь, а не о том, как бы тебе реализовать свои творческие способности. Важным вопросом, который был затронут на этой встрече – будущее печатных изданий. Опасения о нужности подобного формата век интернета вызвало у Ольги Семеновой, которая много лет трудилась в этой области. Планирую создать такой симбиоз журнала печатного с цифровым, даже может быть уже придется отказаться от печатной версии. В этот вечер каждый для себя сделал маленькие открытия. Как профессионалы своего дела, отдавшие журналистике большую часть жизни, так и те, кто только делает свои первые шаги в этом направлении. Дмитрий Зайцев – один из тех, кто регулярно посещает лекции в рамках проекта и с жадностью впитывает все, чем могут поделиться спикеры. Пока я занимаюсь только филологией и в будущем, ну там магистратуре, я хотел бы пойти на журфак, поэтому вот такие встречи, да, по понедельникам, они мне кажутся очень такими вводящими в профессию. Ну и, конечно, без внимания не осталось и тележурналистика. Здесь автор много говорил о зависимости от редактуры и необходимости грамотного наполнения контента. Телеканалы испытывают проблемы с тем, чтобы делать контент на уровне блогеров из Ютьюба и переосмышлять телеформаты. Юлия Погасьян, корреспондент телеканала «Видное ТВ», старается не пропускать подобные лекции. Считает, что необходимость самообразования журналиста является неотъемлемой частью профессионального роста. Когда ты слышишь от профессионала, но постороннего человека, который указывает, вот, ребята, есть такой-то штамп, обратите на него внимание. И начинаешь задумываться. Организаторы проекта обещают, что подобные встречи будут проходить в парке Горького каждые две недели на протяжении всего лета. Посещать их сможет любой желающий. Они бесплатные и без предварительной записи. И, возможно, для кого-то эти лекции станут решающими в выборе профессии или началом перемен. Алексей Мельников, Николай Карбанов, Ольга Садовская, «Видное ТВ».